Десятки юношей и девушек приехали в город над Богом, чтобы проверить свои знания. Как правило, это старшеклассники, те, кого скоро ждет вступительная кампания. Но участие в инициативе могут принимать школьники с восьмого класса. Это хорошая тренировочная площадка и возможность добавить в свой актив олимпиадный диплом. Олимпиада Бетуриент у нас традиционная, которая проводится уже девятый раз. Мы ее проводим в дни весенних школьных каникул. Это, как правило, субботы, когда ребята уже свободны и могут поучаствовать в таких соревнованиях, которые помогут им еще лишний раз проверить свои знания. Это прежде всего. Конечно же, олимпиада, она нацелена и на то, чтобы познакомить ребят, которые на нее приходят, с нашим университетом, с этой обстановкой, которая здесь складывается, предоставить им возможность соревноваться и получить дипломы. К слову, при прочих равных условиях, при поступлении диплом олимпиады преимуществом, в том числе и поэтому участники инициативы, с которыми удалось пообщаться в нашей съемочной группе, нацелены только на успех. Я решила попробовать свои силы, насколько я смогу справиться с заданиями на уровне университета. Сюда я пришел проверить свои силы, просто постараться диплом получить, доказать училище на математике, что я знаю. Рассчитываю, конечно, проверить свой результат по знаниям в области математики и понять свой уровень. Математика, иностранные языки, композиция и экология – эти предметы сдавали в первую субботу Олимпиады. 31 марта в списке белорусские и русские языки, физика и рисунок. Особенно я хотела бы отметить соревнования, которые проводятся по композиции и рисунку. Это для абитуриентов, которые поступают на такие специальности, как архитектура и архитектурный дизайн. Это фактически соревнования, которые повторяют летнюю программу. То есть они почувствуют себя экзаменуемыми, они будут меньше волноваться летом. И это лишний раз подтвердит то, что мы заботимся о наших будущих абитуриентах. Зарегистрироваться на испытания можно предварительно. Можно, подав заявку в день проведения. Подробная информация есть на сайте ВУЗа. К слову, Олимпиада не единственное подспорье для тех, кто мечтает о студенческом билете. Уже не один год университет проводит занятия по договорам стратегического партнерства. Наш университет очень старается привлечь абитуриентов и другими формами работы. Мы проводим не только подготовительные курсы на платной основе. Мы также работаем с выпускниками некоторых школ на факультативных занятиях. У нас заключены договора со школой номер 24 города Бреста, с лицеем номер 1 имени Пушкина. У нас есть такой договор, который называется «Стратегическое партнерство школы-лицей ВУЗ». Ребята посещают наши факультативы каждую субботу. И с ними работают наши преподаватели. Также мы курируем школу номер 2 города Лунинца. И поэтому, пользуясь случаем, я приглашаю всех руководителей расширять такое сотрудничество. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.